Работа в транспортной полиции – профессия престижная. Доказательство тому семейной династии полицейских. Их в Анапе 15. Семья Антоновых – одна из них. Отец Николай Александрович 40 лет назад стоял у истоков создания транспортной полиции, а впоследствии и возглавил Анапский отдел. Сын Роман – оперативно-дежурный транспортной полиции. Его дочь, которая учится на юриста, также в будущем планирует работать в полиции. Вследствие, наконец, младший сын Андрей с супругой и пятью детьми находится в Сербии. И хотя говорить о будущей профессии рано, бабушка с дедушкой шутят, что третье поколение уже служит, так как находится рядом с отцом в юго-восточной Европе. Антонов Николай Александрович в настоящее время является ветераном первичной ветеранской организации Анапского линейного отдела. Играет огромную роль в воспитании молодых сотрудников в наставнической работе. Его сын Антонов Роман Николаевич ранее проходил службу в РУВД города-курорта Анапы. В лихие 90-е годы он задерживал банду преступников вооруженную, за что был награжден орденом мужества Российской Федерации. Я в отделе потяжки работал. У меня там были в основном трупы. Случай был возле завода ЖБИ в общежитии. Жили сестра с братом. Сестра работала, по-моему, медсестрой на проспекте, на Пионерском. Ну а брат, ну тоже ему где-то лет 20, ничем не занимался. Она работала по суткам, ушла на следующие сутки. Он с друзьями распивал спиртные напитки. Она утром пришла, что-то они не поделили. И с обреза этот друг ее в голову выстрелил. Ну, соответственно, всех задержали быстро. Убежать никому не удалось. Роман Антонов – оперативный дежурный транспортной полиции в Анапском аэропорту. Если посчитать все громкие дела и раскрытие преступления, то у папы с сыновьями не хватит пальцев. Общий стаж работы у троих Антоновых 50 лет. Десять из них старший Антонов отдал работе в БХСС. Есть Змеиное озеро на Утрише. И прокапывали там, чтобы корабли заходили. И они там наделали мертвых душ много там было. А что я там молодой работник БХСС? А потом, когда уже я прокрутил, когда этих мертвых душ нашел и их допросил, потом, когда я второй раз заходил, открыл только дверь, он высакивает за стола, навстречу бежит Николай Александрович, приветствую, кофе, чай, что? Я говорю, ничего, поехали. Так что, если работа полицейских и напоминает кино, то только документальное, без намека на романтику, говорят Антоновы. И все-таки необычное для сурового полицейского мы нашли в их доме. Это коллекция медных изделий. Самовар, миска, первые утюги. Такие тяжелые, что не поднимешь. Раскочегарили самовар. Впервые специально для съемочной группы. Вот и такой спокойной жизни на пенсии. Самоваром, дачными заботами, курочками и хрустальной горкой в Серванте мечтают анапские полицейские. Только после выхода на пенсию Антонову-старшему удалось побывать с супругой Натальей Ивановной в турпоездке по святым местам в Иерусалиме. Вместе они 48 лет. Познакомились в столовой. Переживала за них, когда были разные ситуации. Особенно вот у Романа и Андрей, когда уезжал в Сербию, там была непростая ситуация. Там как раз начиналась война, а он поехал. Поэтому как бы не хотела, чтобы и плакала, и не пускала. Но тем не менее он поехал. Роман тоже вот работает уже много лет. Вот. Ну, просто как мать. Сначала плакала, не пускала, а потом смирилась, решила, что значит так надо. Привыкнуть к такому невозможно. И по ее словам, подвиг женщины – быть рядом в трудную минуту с мужем и сыновьями, поддержать их. Иначе не было бы семейной династии. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.